Массивная конструкция появилась на одном из въездов в Искитим. Это результат труда Искитимской епархии и горожан. В четверг сооружение осветили. Как относятся к появлению креста жители и что говорят представители Русской Православной Церкви, о его предназначении узнавала Ирина Звягина. Благословляется и освящается знамени всех крестов, благодать Всесвятаго Духа, окроплений воды Всесвященной. С вами Отца и Сын, Святаго Духа. Аминь. Обред освящения поклонного креста – это как финальная точка сдачи объекта в эксплуатацию после его строительства. Люди церковные мыслят иначе и говорят, что въезжая в город, всегда хочется осенить себя крестным знаменем. Теперь этому ничто не мешает. Это кафедральный город, это центр Искитимской епархии. И здесь у нас четыре храма в самом городе, ну и пятый, можно считать, в пригороде, на святом источнике практически пять храмов. Вот поэтому город верующий, поэтому, конечно же, и хочется помолиться. Крест расположен на частной земле. Чтобы его установить, потребовалось разрешение. Как только оно было получено, группа Искитимцев обратилась за помощью к алтайским коллегам. Крест делали из сосны, соблюдая все каноны. Его вес – 650 килограммов, а высота всей конструкции – 8 метров. На установку ушло 20 кубов бетона, а затем еще и 90 тонн гранита. Искитимцам, которые занимались его возведением, потребовалось три месяца на выполнение своей задумки. Я думаю, каждый бы на моем месте поступил именно так же. У подножия креста мраморная доска с надписью. Она и говорит путникам о главном назначении сооружения. И люди, которые ездят по стране, говорят, что подобных сооружений в России с каждым днем все больше. Это фактически каждый город сейчас на территории Российской Федерации. Но вот этот крест, он, наверное, что я видел в Метрополии, наверное, один из самых лучших. Почему? Это мое личное впечатление такое. В епархии этот въезд в город считают главным, поэтому и решили установить крест здесь. Он немного развернут по диагонали, чтобы с трассы сооружения было хорошо видно водителям. Глаз радует. Я не обращаю внимания. Раньше в деревнях, вот в заездах, везде стоял крест. И тем более это город, людей много. И церкви у нас очень хорошие, поэтому обязательно должен быть крест. Я думаю, что да, нужен. В современном обществе с различными либеральными, так сказать, взглядами, многочисленными, наверное, не всем. Но тем не менее, мы люди русские, нам это надо. Место около креста в будущем хотят благоустроить, выровнять землю, сделать газон и, возможно, оградить от прямого доступа. Следить за состоянием креста будет епархия.